Она спросила, как шпицы относятся к жаре и к морю, любят ли они купаться. Я вам обещала показать переносочку, которую я купила для Гетсби. Всем большой привет! Продолжаем неделю влогов. Я сегодня ездила, подавала заявление на смену водительских прав. У них закончился срок действия. Сейчас очень удобно. Если раньше в Москве нужно было это все делать через ГИБДД, то сейчас в некоторых МФЦ многофункциональные центры, где меняют загранпаспорт, обычный паспорт. Можно также заменить водительские права. Все очень удобно. Вам нужно сначала сделать себе справочку. Справки сейчас тоже, конечно же, все покупаются. 2700 стоит эта справочка. Потом заплатить госпошлину 2000 рублей, принести документы. Там просто пишите заявление, копию своего паспорта. И если меняете старые права на новые, то сдаете новые права. Прямо там вас фотографируют. Конечно же, фотки лично у меня всегда просто ужаснейшие. Я очень не нравлюсь себе на всех этих фотографиях. Вообще не люблю, когда меня фотографируют прямо. Вот когда я чуть-чуть как-то смотрю вбок, мне это гораздо больше нравится. У меня такая более фотогеничная сторона. В общем, через 10 дней права уже будут готовы. И ху-ху, можно будет ездить спокойно. Пока что я буду ездить... Ладно, не буду говорить как. Ну, в общем, вы поняли, когда права заканчиваются, мы ездим как? Вот так вот. А мы вышли немножечко подышать свежим воздухом. Я взяла с собой книжечку, которая, как вы думаете, где? А вон она где. Гедли на нее взгромоздился и не дает мне читать. Когда я начинаю читать дома, он тоже не дает мне это сделать. Сразу начинает таскать свои игрушки. Да, Гедли всячески привлекает на себя внимание. Приходится уходить в другую комнату и закрывает дверь, чтобы остаться в полном спокойствии и погрузиться в сюжет книги. А сейчас я думала, что, выйдя на улицу, я посажу Гедзби на лавочку в одну сторону, сама сяду на другую сторону и буду читать. Он просто реально сам взял и залез на книгу. Он реально конкретно прямо на ней лежит. Ну, как это называется, Гедзби? Ты не хочешь подвинуться? Кто на книжку сел? Хозяйка читать не может. Ты это понимаешь или нет? Чего такой довольный косячник? Кто он косячил уже в очередной раз? Кому хозяйка сегодня купила переноску? Сейчас придем домой, будем показывать, какую тебе переноску красивую купили. Гедзби решил поохотиться за мухами и не боится, что сейчас лапка провалится вот в эту щель большую и подвернется. Нельзя это делать, сиди спокойно, что ты к мухам пристаешь. Хотя точно, мухи, наверное, это наши друзья, да? Кошек боимся, собак боимся. Единственное, кого не боимся, это мух. Правильно, Гедзби? Правильно, хозяйка говорит? Пока мы с Гедзби сидим на лавочке и он мне не дает почитать книжечку, я зашла в контакт, чтобы ответить на несколько ваших сообщений. Давайте сейчас тоже отвечу на них. Елена спросила меня, что делать, если в нашем городе не продаются пакеты для уборки за собакой? Ничего не делать, нужно использовать те пакеты, которые есть у вас. В любом супермаркете продаются пакетики, сложенные в рулончиках небольшого размера, которые вы используете для бутербродных, например, каких-то таких вот завтраков в школу, либо же складываете какие-то мелкие продукты, в общем, небольшие пакетики, они, как правило, бывают прозрачные. Просто берете этот пакетик с собой на прогулочку и убираете за свое собак. И второй вопросик, на который бы мне хотелось ответить, его задала Олеся. Она спросила, как шпицы относятся к жаре и к морю, любят ли они купаться. Насколько я знаю, многие собаки породы шпиц очень любят купаться. Гедзби никогда не пробовал купаться ни в пряду, ни в речке, ни в море, но вы на него тоже не равняйтесь, посмотрите другие ролики, поспрашивайте своих знакомых, у кого есть такие собаки, наверняка многие вам ответят, что они очень любят купаться. А по поводу того, как они переносят жару, на самом деле не очень хорошо, когда жарко, даже плюс 20 градусов, это уже такая, знаете, не сильная жара. У меня Гедзби все время уходит куда-то в тенечек, ложится на холодный пол, там, где есть сквозняки. Мы пришли домой, Гедзби еще набегался, а водички нету. Как ты, Гедзби, просишь, чтобы тебе хозяйка водички налила? Вот, вот так вот лапку туда засовывает и шумит, да? И еду просишь, и воду просишь? Ой, какой же ты у меня молодец. Он с самого детства, как только водички нету, начинает трезвонить по миске. Напишите, ваши собаки так делают, как они вообще вам дают знать, что им хочется пить и есть. Сейчас налью, сейчас налью водички. Давай, вот водичка тебе. Ну, пей. Пей водичку. Давай, давай, чего ты? Пей водичку. Что, водичка не понравилась? Давай, вот такой тебе нальем из графина. Графина, будешь пить? Такая вот водичка хорошая. Холоденькая. Давай, давай, пей. Молодец, пей. Сейчас буду снимать носочки, посмотрите, что будет твориться с Гедзби. Что, Гедзби, ты уже за носками пришел? А я тебе их не отдам. Это мои носочки. Все, Олегины носки. А что? А что такое? Смотри, что творит? Что творит, заяц? Ну что, отдавать носки тебе? Не отдам. Мое, 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 мое. Ой, блин, случилось. Давай, украл. Кто украл носки? Держи ее, хватай. И что ты будешь нему делать? А? Добытчик. А добытчик? Ох ты рвут. Молодец. Молодец, ты сейчас так все носки порвешь. Вцепился. Такие зубы, такие когти. Жуть вообще. Я вам обещала показать переносочку, которую я купила для Гедзби. У нас есть пластиковый такой контейнер. Он вообще дурацкий, никому не советую. Вот, мне кажется, для шпица идеальный вариант это вот такая. Переноска в виде сумки. Самое главное, чтобы дно было жесткое и не проминалось. И самое главное еще, чтобы здесь не было, знаете, сверху бывает вот такая крышка, чтобы ваша собака, как там хомячок, полностью сидела в клетке. Мне нужен был вот такой вариант, на самом деле, найти в зоомагазинах такого плана сумку очень трудно. Потому что все, в основном, как пластиковые такие коробочки, либо коробочки из ткани. Гедзби, мы будем тебя к этой переносочке приучать или нет? Сейчас я вам покажу, что это за фирма. Вот так вот она называется. Товар для животных. Хочу. Хаду. Что здесь написано? Хаду.ру. В общем, стоила она недорого. Внутри вот такой горошек. Ручка пришита вроде бы хорошо. Надеюсь, под твоим толстым весом, малыш, эта сумка не развалится. В общем, если вам интересно поподробнее об этой сумочке, чтобы я рассказала, напишите. Я также могу снять для вас видео, как приучить собаку к переноске. Есть такой хитрый ход. Как сделать так, чтобы собака полюбила эту штуковину. В общем, если вам интересно, друзья, напишите. Помните, недавно я вам показывала покупку этой книжки юного дизайнера, из которой я собралась сделать блокнотик счастья. Уже подобрала ткань. Обложка у нас будет из розового велиура. А задняя сторона будет вот такая. Мне кажется, очень красиво будет сочетаться два этих вида тканей. Вообще, у меня на блокнот очень много пожеланий, заказов. Но я вам говорю, что на заказ я не делаю. Вот сделаю блокнотик, выставлю. Кто успеет купить, тот и первый. И еще хочу вам показать, смотрите, какие классные пенальчики я сегодня нашла. И я положу их в подарок к блокнотикам счастья. Это вот такой вот пенал в виде банана. Сделан он с силиконового материальчика. Здесь есть колечко, видите, даже на руку можно его надевать. Молния, полноценный, реально классный пенал. Можно класть ручки и карандаши. Такой мягкий. И вот такой вот плюшевый мягенький арбузик. Здесь тоже есть молния. Он, кстати, довольно-таки вместительный. Прямо безумно красивый. Какой-то бананный арбузик кому-то из вас тоже достанется, друзья. Следите за обновлениями. Как сделаю блокнотики, обязательно вам покажу их. И выставлю себя, наверное, вконтакте. Может быть, и в инстаграме. Ну и в завершении сегодняшнего влога я вам еще покажу вот такие красивые всякие штучки. Вот это вот брошечки. Тоже очень понравился мне набор. Он уже у меня давно лежит. Их можно прикрепить на рубашку, джинсовку, куда угодно в таком летнем стиле. А это вот такие резиновые подвесочки. Я тоже не помню, показывала вам или нет. Но иногда я прикрепляю их на ленточке к блокнотикам счастья. В общем, надеюсь, что впереди вас и меня ждут красивые креативные блокноты. Меня посетит вдохновение. И я сделаю что-нибудь реально достойное. Так что следите, друзья, за обновлениями. Всем пока. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok